В эфире программа «Что произошло?» Здесь нет государственного заказа и политической агитации. Здесь только реальная жизнь. В общем, добро пожаловать в Россию. До конца этого часа вы узнаете о том, как убрать нерадио-мэру на конкретном примере и с комментариями представителей избирательной комиссии. Кроме этого, наши корреспонденты доставят вам вагон и маленькую тележку интересных новостей со всей России и не только. Итак, поехали. Сегодня мы расскажем вам об уникальном для России случае. Жители района решили воспользоваться своим конституционным правом и отправить в освоясь главу администрации, доведшего свою территорию до ручки, в прямом смысле этого слова. Так что смотрите и учитесь. Это Каменский городской округ. Небольшой административный район на юге Свердловской области. В России он получил широкую известность этой зимой, когда из-за серии аварий на теплосетях десятки тысяч человек более недели замерзали в своих квартирах, грелись в машинах, устраивали пикеты перед зданием правительства Свердловской области. Холодно. Руки мерзнут, ноги мерзнут. Взамен разворованных ранее денег на ремонт теплосетей из областного бюджета выделили еще 50 миллионов. Но и они ушли в никуда. До запуска отопительной системы осталось несколько дней, но она явно не готова к работе. Трубы здесь ставят лежалые. Техника безопасности на объектах ремонта не выдерживает никакой критики. А под дорогами вообще остались старые трубы. Ну, нам так-то вообще-то не привыкать уже на мартушей быть без отопления. Как-то один год нас переморозили. Ну, и нынче, наверное, так же, наверное. По-моему, все разрыли, а работа никакая не ведется. Один плюс. У детей в разворованном районе, в пустых дворах, теперь есть где и с чем играть. Председатель местной думы Чемизов тоже признает, что дома жителей Каменского района тепло, скорее всего, не придет в ближайшее время. Работы ведутся, видимо, какие-то штанции будут. Газидиак 2000 применены за не выполнение контракта. Все, что я скажу. Но людям от этих санкций легче не станет. Мало того, что им приходится прыгать через котлованы, так еще и тепла зимой многим вообще не видать. Местами ремонтики решили сэкономить на трубах и занизили диаметр магистрали аж в два раза. С рабочими вообще не расплатились. Белоусов нанял команду. Молодые ребята тут копали, ряно взялись, все перекопали, перешуровали. В концовке денег не оказалось. Ребята плюнули и ушли. А деньги бюджетные ушли в неизвестном направлении. Смета была раздута, и даже председатель местной думы не знает, в чьем кармане осели народные миллионы. А по НДС то, что фирма работает по упрощенке, а в тендере был заложен НДС 18 миллионов? Ребята, я эти вопросы не комментирую, не знаю. И при этом депутаты тревогу не бьют. Они стабильно ставят удовлетворительную оценку о работе главы района Белоусову. Это тоже удовлетворительная работа главы района? Вы тоже поставите оценку удовлетворительную на следующий год? Будет отчет за 18 год, значит, будет оценка. Я вот туда не могу понять, почему его не снимают, не убирают. Сколько он будет над нами деваться? Сколько он будет нас, пенсионеров, как в шею давить? На следующий год опять все забудется, и участники распила вновь останутся при своих деньгах, а люди снова будут зимовать в холодных квартирах. Со своей стороны обязуюсь направить обращение полпреду президента и губернатора Свердловской области по ситуации в Каменском районе в связи с тем, что люди не должны замерзнуть, люди не должны страдать от политических игр, которые сегодня в Каменском районе играют глава, его заместители и некоторые депутаты. Жители района били во все колокола, но никто их не слышал. Уж больно хорошая крыша в областном правительстве была у мэра. На письма, направленные в госорганы, никто не отвечал. Виновных к ответственности не привлекали. Помогла огласка в СМИ. За полгода о существовании Каменского городского округа, замерзающего зимой и заливающегося фекалиями летом, узнала вся Россия. Первые сообщения оставались без внимания, но терпение и труд все перетрут. Уже совсем скоро команда зарегистрировать инициативную группу по отзыву главы администрации поступила как местным общественникам, так и некоторым ответственным чиновникам. Жители, уставшие кормить бездарного мэра, дабы предотвратить полное уничтожение района, решили чиновника этого поставить на свое место. То есть в поле выращивать картошку. Чем он, собственно, и занимался, пока не попал на службу государеву. Для этого каменцы изучили законодательство и создали инициативную группу по отзыву главы администрации. Сейчас эта группа уже проводит регулярные собрания. Впереди сбор подписей, работа с депутатами и, возможно, даже референдум. В уставе Каменского городского округа закреплено право на отзыв главы. И они решили, видимо, воспользоваться таким правом, пойти по этому нелегкому, так скажем, пути, длинному, но воспользоваться своим правом. Избирательная комиссия уже зарегистрировала группу, создав настоящий прецедент не только на Урале, но и в России. Мы их зарегистрировали. Ну, вот, насколько я знаю, общаясь с областной избирательной комиссией, первый раз регистрация на территории Свердловской области такой инициативной группы. По отзыву главы. Но нам не мешает никто. То есть к нам никто в процесс не лезет. То есть у нас работа идет слаженно, нам никто не мешает. Зато очень мешает руководителю инициативной группы. Я считаю, что, учитывая тесные отношения местного отдела ФСБ с администрацией Каменского района, то непосредственно я считаю, что с заказчиками здесь выступает один из чиновников администрации Каменского городского округа. Я подразумеваю, что это господин Делоусов. Ожидаем еще каких-либо подвохов, но мы к ним готовы. И нечего этому удивляться, ибо каменские чиновники ничем не гнушаются. Вот заместитель главы района, а по другим данным главной решала всего КГО Алексей Кошкаров решил остановить съемку, сбив на своей машине оператора. Эй, эй! Что, тротуар же, вы что? Тротуар тут, да? Тут же тротуар! Вы на меня наехали! Вы наехали, вызывайте ГАИ! Задача инициативной группы сегодня максимально собрать подписи жителей района, передать их на проверку в избирательную комиссию. Действительно, возможно, все закончится и на стадии обсуждения в Думе. Но это в лучшем случае, если вдруг депутаты проснутся и начнут видеть, что происходит в районе и слышать своих избирателей. Вот, к примеру, народный избранник из села Травянка. Она и 50 метров отказалась идти, чтобы посмотреть, в каких условиях живут ее хозяева. Что случилось? Вы не знаете, Татьяна Валентиновна, что я Швейцова, Любовь Михайловна? А вы депутат у нас? Ну, дальше что я знаю. Ничего, знаете. Вы даже со мной в последнее время не здороваетесь. Это спланирована какая-то акция? Конечно, конечно. Все спланировано. Не знаю, вот жителями. Вот жителями. Идите, идите. А зачем она тогда шла в депутаты? Просто так? Галочку поставить? Депутатская неприкосновенность? Это нормально, когда у вас большинство депутатов бюджетники? Ну, Дума сформирована. Часто по ее не переелом. Думаю, ну, скажем, большинство депутатов бюджетники. Но есть бюджетники. Но вы же не поспорьте, что на таких людей легко давить? Не поспорим. А почему вы не сообщаете в прокуратуру о фактах такого давления? Например, давление на депутатов? Ну, давление. Давление-то еще надо доказать, что давление есть или нет. Я пока таких фактов о депутатах не слышу, что на них было. Об этом уже по НТВ говорят, а вы до сих пор не слышите, что у вас Дума есть? По НТВ и по Криктовой тоже что-то говорят. Я не комментирую там, что по НТВ говорят. И по Криктовой. Ну, то есть вы... Уральское управление ФСБ не только доносы на общественников пишет, оно еще вот чем занимается. Управление Россельхознадзора по Сырловской области при оперативной поддержке сотрудников регионального ОФСБ провело спецоперацию, в результате которой было изъято и уничтожено 77 килограммов яблок. Об этом уральскому изданию знаком с гордостью за свое ведомство сообщили в пресс-службе территориального управления службы. Санкционная продукция, а это 6 коробок, была изъята на одной из овощебаз Екатеринбурга. На какой именно базе были изъяты фрукты, чекисты не сообщают, так как эта информация относится ни много ни мало, а к числу оперативных разработок ФСБ. Однако в тот же день в нашу редакцию обратились и хозяева изъятых яблок, и многочисленные свидетели спецоперации. Поэтому картину, произошедшую там, мы восстановили. Но, к сожалению, разглашать в эфире государственную тайну не имеем права. Яблоки срочно вывезли за 70 километров от уральской столицы на полигон завода Интер близ закрытого атомного города Новоуральск, и там уничтожили. Сначала раздавили ковшом фронтального погрузчика, а потом переехали колесами и засыпали землей. На сегодня все. В студии работал Евгений Анисимов. Регулярно заходите на наш сайт kriknews.ru, звоните нам по телефону 8 343 290 23 90. Ищите нас в соцсетях, добавляйтесь в друзья, вступайте в группы, сообщайте интересные новости. Увидимся через неделю. Продолжение следует...